Добрый день! В прямом эфире программа без предварительной записи в студии Анны Филиппова. Как обычно, по вторникам и пятницам мы говорим о том, что волнует жителей Владимирской области. Тема сегодняшней беседы – психические расстройства. В прямом эфире обсудим самые распространенные патологии, профилактику и различные методы лечения. А поможет нам в этом заместитель главного врача по амбулаторной службе психиатрической больницы номер один Юрий Колесников. Юрий Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Позвонить специалисту можно по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах – 32 62 33. Юрий Николаевич постарается ответить на все волнующие вопросы. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый-пятый человек в мире имеет психическое или поведенческое расстройство. Люди, умеющие приспособиться к условиям жизни и разрешать жизненные проблемы, обычно оцениваются как психически здоровые. Если же эти способности ограничены, и человек не справляется с повседневными задачами в личной, семейной жизни или на работе, когда он не в состоянии достичь личных целей, то может идти речь о той или иной степени психического расстройства. Юрий Николаевич, для начала предлагаю разобраться, что же такое психическое расстройство как таковое, как оно может проявляться, как его распознать? Значит, вначале я скажу, что такое вообще здоровье, понятие. Понятие здоровья включает в себя физическое, психическое и социальное благополучие человека. Отсутствие у него проблем со здоровьем, отсутствие нарушений деятельности органов и систем. Это вообще здоровый человек. Но это же касается и психического здоровья. То есть, если у человека появляются какие-то жалобы, какие-то расстройства внутренних органов, нарушается его социальное функционирование, это уже является психическим расстройством. То есть, как оно себя проявляет? Психическое расстройство проявляет себя по-разному. Это спектр психических расстройств, он очень большой. Начиная от легких, так называемых, астенических расстройств. Дальше эффективные расстройства – это депрессии. Бред, может быть, галлюцинаторные переживания. Ну и наиболее тяжелые расстройства – это состояние слабоумия, эпилептифорные припадки. Это вот как раз проявления уже наиболее тяжелые. О некоторых форумах мы с вами сегодня обязательно еще поговорим. Да, о некоторых форумах этих расстройств поговорим тогда более подробно. Юрий Николаевич, психическое расстройство и психическое заболевание – это синонимы или это одинаковые вещи? Просто мы так по-разному можем их обозначить. Ну вот раньше это более старое название – психическое заболевание. Нет, сейчас правильно, и вы в начале передачи сказали, правильно называть психическое расстройство. Потому что включает и поведенческие расстройства, и, собственно, расстройство психики. Поэтому правильно называть именно психическое расстройство. Существуют ли какие-то меры профилактики психических расстройств? Как каждый человек может себя от них, так сказать, обезопасить? Конечно, если говорить о психических расстройствах, конечно, здесь более сложные подходы к профилактике. Надо сказать, что большинство психических расстройств, поскольку они имеют еще нераспознанную природу, то есть природу их возникновения, теология многих заболеваний, она до сих пор учеными не распознана. Поэтому так называемая первичная профилактика, она в большинстве случаев отсутствует. Значит, существует только вторичная профилактика и третичная. Значит, первичная профилактика, она обычно касается только легких, так называемых, невротических расстройств. Это, значит, соблюдение режима труда и отдыха, исключение вредных привычек, налаживание нормального психологического климата на работе, в семье, с соседями. То есть это вот... Гармония с собой и с окружающим миром. Да, да, это как бы первичная, но это касается только небольшой группы, именно невротических, стрессовых расстройств, а вот такие заболевания... Предлагаю вернуться, принять звонок для начала, если вы не против. Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Говорите, чтобы мы не доставляли ждать. Здравствуйте, доктор. Вот у меня вопрос от какого характера? Дело в том, что у меня жена стала бояться ездить в лифте. Завтра это вопрос родства. Больная она или нет? Лечится это одни очень. Спасибо. Ну, я так однозначно, конечно, заочно я, конечно, ни один врач консультировать не будет. Но, судя по симптому, что это, возможно, фобия какая-то, и тут надо смотреть. Если она доставляет большие ей неудобства, нарушает ее социальное функционирование, то, конечно, надо обращаться на консультацию к психиатру. А если это там несколько раз было, однократно, и раньше это было и исчезало бесследно, то, я думаю, уж особой тревоги тут не должно быть. К разговору о фобиях. Тоже предлагаю чуть позже еще вернуться. Да, мы еще... Сейчас продолжить нашу тему, профилактика. То есть профилактика легких расстройств... Я сказал, что первичная профилактика существует для неврозов, стрессовых состояний различных. А уже, например, для таких заболеваний, которые имеют, скажем так, определенную наследственную предрасположенность, вот уже при шизофрении, при многих видах депрессии, значит, здесь профилактика, она как бы вторичная. То есть она направлена на своевременное устранение вот симптомов депрессии и дальнейшее поддержание человека, ну, в состоянии ремиссии. А правильно я вас поняла, психические расстройства передаются по наследству? Роль наследственности очень высока. Высока. Их нельзя назвать наследственными. Но роль большая в наследственности. Например, вот при шизофрении, ведь у нас наследственность бывает по доминантному типу, то есть когда обязательно передастся, и человек заболеет, передается. И есть рецессивный, когда передается, грубо говоря, спящий ген. Он может проявиться в течение жизни у потомка, может и не проявиться. Вот шизофрения, вот, ну, грубо можно отнести к рецессивному типу наследования. То есть, ну, обычно мы как говорим, нам часто задают такие вопросы, как вот дети будут больны. Если вот больны оба родителя шизофренией, то вероятность того, что ребенок заболеет, ну, где-то 50%, 60%. Но может быть и здоровый в течение жизни, может быть здоровый. А чтобы ребенок был здоровый, требуется ли какие-то определенные... Нет, тут, к сожалению, мы в этот процесс вмешаться не можем. Вот, то есть заранее предугадать и как-то профилактировать вот это. Как раз, вот я же говорю, первичной профилактики шизофрении не существует. Не существует. Вот, потому что это выявлено и на исследованиях на однояйцовых близнецах, вот, часто по шизофрении. Там тоже, то есть один заболевает, другой не заболевает, например, в течение жизни. Значит, это говорит о том, что недоминантный тип наследования. Ну, а если вот, например, один родитель болен, другой здоров, то вероятность, конечно, уменьшается. Но если у них, например, у этой супружеской пары будет 5-10 детей, то уж один, возможно, высока вероятность, что заболеет все-таки. Так что вот, но мы опять-таки подчеркиваем, что это не фатально, вот, что это не является наследственным заболеванием. Просто наследственность играет определенную роль. Ирина Николаевич, еще один звонок поступил. Да. Ответим? Да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, у меня такой вопрос. Я живу на улице Горького, и у нас там очень часто по улице ходят женщины с явными признаками психического расстройства. Ей что-то между 40 и 50 годами, она ходит по улице, постоянно что-то бормочет, останавливается около людей, начинает что-то кричать, потом вроде бы идет спокойно. И так она гуляет каждый божий день. Кто-то говорит, что у нее есть нож в кармане, кто-то говорит, что никакого ножа нет. Вот у меня такой вопрос. Вот я как человек, который проживающий в данном районе, что я должна делать при виде вот этой женщины? Должна ли я звонить в полицию? Должна ли я звонить в больницу? Как правильно себя вести вот в таких ситуациях? Актуально. Ну, если человек грубо нарушает нормы поведения, то можно и скорую медицинскую помощь вызвать. Что мы называем грубыми нарушениями? Что можно к ним? Ну, если проявляет агрессивность, действительно вытаскивает нож, показывает, и при этом проявляет, ну, на вид он явно психически нездоровый. Вот. Тут можно вызвать... А если не достает, то не показывает. Агрессивно можно и вызвать и полицию, естественно, и скорую помощь. Одно другому будет только помогать. Вот. А так, ведь люди и странно одетые, они могут находиться, если, так сказать, в скромных объемах он себя удовлетворяет основные жизненные потребности. Вот. Не вызывает особого беспокойства у соседей. Этот человек может находиться в населении, потому что у нас ведь добровольное оказание психиатрической помощи. И мы не добровольно оказываем помощь только в исключительных случаях, они жестко оговорены законом. А какие это случаи? То есть так вся помощь должна быть оказана добровольно, только с согласия пациента? Или с согласия его законного представителя. Если дети до 15 лет, то его родители. А если объективно человек ведет себя неадекватно, так это назовем? Как быть с таким человеком? Но от госпитализации он отказывается и проблемы не признает. Если, например, родственники... Ну вот, скажем, человек депрессивный. При депрессии очень часто они высказывают мысли о самоубийстве. И уже начинает готовиться к самоубийству. Прямо говорит, что я вот покончу, и там готовит, скажем, веревку, там, все такое. Или совершает уже суицидальные попытки, так называемые, ну, попытки самоубийства. То, конечно, такого человека сразу же надо вызывать скорую помощь. Вот. Ну или, если еще нет суицидальной попытки, а депрессия уже нарастает, то тогда идти в диспансер, можно подать заявление психиатру. Это человек должен сделать сам? Нет. Это вот как раз потому, что сами они обычно уже не понимают тяжести своего состояния. И тут уже требуется помощь окружающих. И вот в этом случае врач самостоятельно принимает решение. Он может выехать, осмотреть и принять решение о недобровольной госпитализации. То есть, вначале идет недобровольное освидетельствование, то есть, осмотр. Извините. Потом идет уже недобровольная госпитализация. И дальше эта недобровольная госпитализация, она должна быть подтверждена судом, санкцией суда. То есть, без санкции суда ни одна психиатрическая больница держать больного без его согласия не может. Поэтому вот в данном случае, если знакомый человек, то лучше, конечно, обратиться к нам в диспансер, сказать, вот этот человек ведет себя как-то неадекватно, вот мы волнуемся за его. И там уже врачи посмотрят, может, выйдут к нему на дом. Если он стоит, например, больной с хроническим течением, если он стоит под диспансерным наблюдением, тут уже выход к нему без его согласия. Потому что диспансерное наблюдение – это один вид недобровольной помощи. То есть, врач к нему может выйти без его согласия и наблюдать его на дому. Юрий Николаевич, а в каких случаях попадают к вам в больницу, когда требуется эта самая госпитализация? – Госпитализация в очень разных случаях. Но начнем с легких случаев. Это когда, например, обследование. Обследование для, скажем, для военкомата. Или обследование на предмет профессиональной пригодности человека. То есть, человек с небольшими расстройствами. Или только подозревают у него наличие расстройства. Вот в таких случаях его кладут. Ну, а так, вообще, конечно, должны быть строгие показания. То есть, психически здорового ни в коем случае мы не можем положить. – Разумеется. – Да, потому что это уголовная ответственность. То есть, вот наши слушатели должны об этом знать, что не думали, что психиатры вот такие-сякие, вот что могут положить там и все, и держать. Нет, мы работаем строго по закону. И поэтому, чтобы положить, должны быть показания. Ну, а показания, как я сказал, от легких расстройств. То есть, у нас есть отделение, например, неврозов и пограничных состояний. Вот где с легкими неврозами. И кончая уже тяжелыми расстройствами. Ну, тяжелые расстройства – это что? Тяжелые депрессии, вот, с суицидальными попытками, с тревогой. Бредовые состояния при шизофрении, когда, скажем, бред преследования. Когда он считает, что группа людей собирается следить за ним, собирается убить, на машине за ним следят, пытается на машине наехать на него, раздавить. Или там устраивает дома, ставят подслушивающее устройство. Вот. Один больной вот был. Он считал, что в его квартире установлены излучатели, которые действуют на его и на тело, и на психику. И он должен подчиняться командам из этого излучателя. Ну, конечно, такой человек, он должен лечиться. Вот такие вот находятся в стационаре. Ну, а так, больные с умственной отсталостью, то есть, вот, как раньше называли, с дебильностью, там, и бицильностью. То есть, с умственной отсталостью. И у них часто бывает нарушение поведения, психозы. Вот. Дальше, значит, большой контингент – это больные с различными органическими психическими расстройствами. После травм, после злоупотребления психоактивными веществами, алкоголизм, вот, с нарушенным поведением и со снижением когнитивных способностей. Вот, они лечатся. И больные уже возрастные, со старческим слабоумием, с болезнью Альцгеймера, но тоже уже с нарушенным поведением. Юрий Николаевич, а ведется ли какая-то статистика? Сколько человек проходит через больницу в год? Чаще это мужчины, женщины? Ну, статистика, если коротко коснуться статистики, значит, у нас в области, вот, каждый год регистрируется, и вот, регистрируется свыше 44 тысяч больных, психических, больных с психическими расстройствами. А госпитализируется где-то 7 тысяч, примерно 7 тысяч. То есть, когда ставится диагноз, психическое расстройство, человек автоматически ставится на учет, правильно? Значит, вот здесь я сразу вас поправлю. Сейчас, раньше, да, было такое понятие, как учет у психиатра, да, все. Сейчас понятия учета нет. Есть диспансерное наблюдение и консультативная лечебная помощь. То есть, в легких случаях, например, при неврозе, при легкой депрессии, больного врач освидетельствовал, оказал ему помощь, и, например, депрессия прошла. Вылечился он. Или невроз. Наступило излечение. И человек потом уже не хочет являться к психиатру. Он говорит, спасибо, все. Что он, его карточка сдается в архив, и он не числится состоящим на учете. Но карточка, она сохраняется у нас в архиве, потому что это интеллектуальная собственность больницы. Это, она сдается в медицинский архив, поэтому этот документ остается. И, конечно, бывают такие вот коллизии. Человек приходит, например, получать права, и мы смотрим, он уже к нам обращался. И он, как же так, ведь я на учете не состою. Мы объясняем, что это не учет, но мы должны изучить ваш документ, чтобы сейчас принять экспертное решение. Есть противопоказания к управлению транспортом. Или можете вы работать за государственной тайной, к примеру, или на госслужбе. То есть, мы тут решаем уже тогда индивидуально. Ну, а диспансерное наблюдение, это как раз вот, ну, можно так грубо приравнять вот к прежнему, к учету. Вот. То есть, они фактически без их согласия, мы их наблюдаем. И мы там уже, врач решает, то ли раз в месяц наблюдать, то ли раз в три месяца. Но не реже раз в год его, врач должен посетить его. И это уже на протяжении всей жизни. Да. Не всей жизни. Опять-таки, не всей жизни. Во-первых, берется он комиссионно. То есть, три врача должны решить, что это заболевание хроническое. И требует с тяжелыми расстройствами. Или часто обостряющимися расстройствами. И уже тогда он нуждается, что он нуждается в диспансерном наблюдении. Только комиссионно можно взять. Сам единоличный врач не принимает это решение. Потому что это недобровольная помощь. И дальше может и всю жизнь. Если тяжелое течение, частые обострения, частые госпитализации, может и всю жизнь. А некоторые 5-6 лет, если наступает стойкая ремиссия, их снимает диспансерное наблюдение. И он, так сказать, на учете не состоит. Юрий Николаевич, предлагаю затронуть другую тему. Насколько мне известно, накануне в областной психиатрической больнице проходила конференция, посвященная депрессиям. Вы также принимали в ней участие. Да, я присутствовал, принимал участие в этой конференции. Расскажите поподробнее, о чем вы говорили. Была очень интересная конференция. Она касалась лечения подходов к диагностике и лечению депрессий. Какие же существуют в 33 регионе подходы? Вел ее профессор Смоленского медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Ваулин. Была очень интересная лекция. Ну и он рассказал о последних подходах и к диагностике, и к лечению депрессии. Особенно много по лечению депрессии с учетом современных знаний. Ну если, вот я уже давно в психиатрии, раньше нас учили, ну мы по клинике, скажем, по клинике депрессии, были депрессии заторможенные или ажитированные депрессии. Так ажитированные. Это значит, ну такое с возбуждением. Есть депрессия как бы заторможенная такая, тихая, вот. А есть возбуждение, когда резко выражена тревога, человек мечется, заламывает себе руки, пытается покончить с собой, вот. И лечили, собственно, небольшой был выбор препаратов. Это трициклические антидепрессанты, вот, амитрептилин, вот, амитрептилин, милипромин. То есть лечили медикаментозно? Медикаментозно. Ну сейчас так же медикаментозно, но препараты действуют более избирательно. Более избирательно. То есть медицина шагнула вперед. Да, медицина шагнула вперед. И уже на молекулярном уровне, на уровне нейромедиаторов, ну так называемых, это вещества, которые участвуют в передаче импульса от одной нервной клетки к другой. И вот нехватка или избыток этих вот веществ, они как раз вот и влияют на вид депрессии. И вот современные препараты, как раз вот Поксил, Феварин, Иксел. Ой, там у нас с вами идет реклама. Ну это делать не желательно. Ну это я, не будем. То есть современные препараты, они как раз, то есть действуют более тонко. И вот как раз я уж по ходу, что больным не надо бояться вот современных препаратов. Потому что некоторые и боятся начинать лечить депрессию, считая, что могут навредить своему организму, вызвать патологию со стороны внутренних органов. Нет, сейчас вот эти настолько они избирательные, тонкие эти препараты, что их бояться не надо. Юрий Николаевич, а можно ли вылечить депрессию без медикаментов? Нет, это я сразу скажу, что обязательно надо лечение только медикаментами. Ну и плюс в некоторых случаях это психотерапия. Еще один звонок поступил к нам в студию, предлагаю его принять. Здравствуйте. Здравствуйте, у меня есть такой вопрос. Раньше у меня сын ходил в садик с удовольствием, вот теперь почему-то отказывается туда идти. Каждое утро плачет, невозможно вообще отнести, бежит за мной по лестнице обратно. У самой даже слезы на глаза, говорит, что боится новая воспитательница. Но до этого полтора года ходил спокойно в детский сад. У него там много друзей, садик хороший, нравится менять не хотим. Но вот что делать, не знаю, скажите, пожалуйста. Ну, для начала надо, конечно, попробовать так на психологическом все-таки уровне. Может быть, побеседовать с воспитательницей, может, как-то она с ним не так повела себя, попытаться обе стороны, так сказать, выслушать. Но если уже что-то будет непонятно, я думаю, надо к специалисту, потому что это, в принципе, очень тревожно. Если до этого ребенок, все у него было нормально, адаптировался, а тут вот ведет себя таким образом, я думаю, надо со специалистом... То есть, в принципе, тревогу бить надо? Тревогу надо бить, да. А детская психиатрия и взрослая психиатрия, они отличаются? Конечно, конечно, подход у детских психиатров и подходы другие, и симптоматика другая в детском возрасте. В детском возрасте все психические расстройства, они как бы не очень развиты, потому что идет развитие ребенка, и также поэтому расстройства протекают совсем по-другому, и симптоматика другая. То есть, ну, у ребенка, например, не может быть выраженных предовых идей, потому что еще мозг мышления не созрела. У них чаще всего проявляется синдром гипервозбудимости, психические расстройства, то есть повышенной двигательной активностью, непослушанием, плачем, слезы без причины, то вот это вот плохой сон, бессонница. Ну и, конечно, вот если со стороны есть расстройства желудочно-кишечного тракта, непонятные, частые колиты, то это тоже может быть проявлением депрессии ребенка. То есть, родителям обратить внимание, обратиться к специалисту. Это родителям надо обращать внимание, если с питанием все нормально, а ребенок, вот выраженные у него расстройства желудочно-кишечного тракта, вот, то это... или вот приступы неадекватного частого плача, вот, это тоже. Тут надо обращаться и не стесняться обращаться к специалистам, детским психиатрам. Главное, да, главное не запускать. Главное, да, главное не допускать и не запускать, да, да, не запускать. Илья Николаевич, вернемся к нашей теме. Депрессии. Кто им подвержен? В большей степени. Значит, в большей степени, ну, так сказать, это, в принципе, наследственное. Большую роль играет наследственность, потому что если депрессии были у кого-то из родителей, то очень высокая вероятность возникновения депрессии и у детей. У детей, внуков, то есть это надо всегда учитывать. Ну, а так, депрессия обычно, конечно, вот, стрессы на работе, стрессы в семье, вот, высокий уровень критичности, когда тебя там критикуют очень в семье, завышенные требования в семье. Вот тут, тут это один из таких возможных причин, одна из возможных причин возникновения депрессии. А можно ли говорить о сезонности заболевания, об обострении? Вот сейчас весна. Происходят ли какие-то изменения? Ну, вот, да, мы считаем это как показатель, в принципе, тяжести депрессии. Значит, не только сезонно, значит, чаще всего обострение осенью и весной это бывает. То есть сезонность, как правило, существует, и даже если мы сомневаемся в депрессии или нет, но если есть вот эти сезонные мы прослеживаем, значит, это перевешивает чашу весов на наших мыслей в сторону депрессии. Также еще один признак – это суточные колебания. Вот суточные колебания вот этой симптоматики депрессии, вот, скажем, утром лучше, к вечеру хуже, или наоборот, это тоже, то есть и суточные колебания. Юрий Николаевич, время нашей программы подходит к концу, поэтому предлагаю подвести некую черту и очень коротко, буквально в двух словах подвести итог, чтобы все, о чем мы с вами сегодня говорили, обходило наших телезрителей стороной. Какие будут ваши пожелания? Ну, мои пожелания – это, конечно, психопрофилактика, это умение создать вокруг себя благоприятный психологический климат, стараться думать только о хорошем, быть оптимистом, вот таким образом. Полностью поддерживаю. Пора прощаться. Напоминаю, сегодня в программе «Без предварительной записи» на наши вопросы в прямом эфире отвечал заместитель главного врача по амбулаторной службе психиатрической больницы номер один Юрий Колесников. Юрий Николаевич, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо за приглашение. Ну, а выпуск этой и других программ вы можете найти на сайте trc33.ru. Оставить комментарии и задать вопросы вы также можете в разделе «Без предварительной записи». Уделяйте самое пристальное внимание своему здоровью. До новых встреч в эфире телеканала «Губерния 33» по вторникам и пятницам.